С докладом об итогах работы промышленной отрасли региона за минувший год выступил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лошкарев. Темпы роста производства отмечены не только в целом по республике, но и в Сарапуле в частности. По итогам 2022 года крупными и средними промпредприятиями Сарапула и района окружена продукция на 66 миллиардов рублей. Темп роста 111,5%. Улучшение экономических показателей сложно было бы добиться, если бы не меры государственной поддержки, в числе которых возмещение части затрат предприятий на оплату коммунальных услуг, предоставление льготных займов. В рамках льготного финансирования через фонд развития промышленности получено 25 займов на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. В том числе 4 займа получили сарапольские предприятия. Это сарапольский электрогенераторный завод на общую сумму больше полумиллиарда. Вакуумашинерго, небольшой займ 20 миллионов электрон. Если в 2021 году на поддержку промышленных предприятий Удмуртии было направлено 80 миллионов рублей, то в 2022 уже более 300 миллионов. В результате поддержки на предприятиях города Сарапула за 2 года, в 2022 достигнуты также положительные результаты, инвестированные в производство порядка миллиарда рублей, созданные в 912-м рабочем месте, подружена продукция на 19,5 миллиардов рублей. В том числе прирост составил 2 миллиарда. В республике активно реализуется национальный проект «Производительность труда». Учатся снижать трудозатраты, оптимизировать производственные процессы, следовательно, экономить время и деньги и на сарапольских предприятиях. Наши предприятия на территории города используются и охотно реализуются. Еще раз хочу подчеркнуть, что с федеральным ценным компетенцией в рамках проекта «Производительность труда» «У нас сейчас тут 8 предприятий города, и это не только градообразующие, но и новые молодые наши предприятия. И результаты, что называется, налицо. Поэтому, кого эта тема интересует, кому подходит данное направление, мы можем организовать некий еще не круглый стол, сходить на эти предприятия, чтобы вообще посмотрели, как люди экономят». О том, что сегодня предприятия и предприниматели могут получить денежную компенсацию при трудоустройстве граждан определенных категорий, рассказала представитель Центра занятости населения Лариса Букина. «Первое – это, конечно, те, которые относятся к молодежи, начиная с 16 и до 30 лет включительно. Второе – это граждане, которые относятся к категории безработных граждан, которые в текущем году уволены по причине сокращения штата или ликвидации предприятия и прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей. Третья категория – это работники, находящиеся под риском увольнения, там, где введен режим неполного рабочего времени, простой или временной приостановка работ». Также в повестку заседания Совета вошли вопросы налогообложения и участия бизнеса в грантовых конкурсах и проектах. Завершилась встреча награждением победителей и активных участников городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка «Огни Сарапова».